Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Моему сыну всего полтора месяца, я очень боюсь его, боюсь ему навредить, боюсь кормить, кормить бутылочки, боюсь, что вам понравится и начнёт давиться, боюсь с ним ночевать, если нахожусь немодна, смогу ничего делать, не отхожу от него. Очень люблю сына, но страйки не опускаю, переживаю, что моя жизнь теперь это четыре стены, мучше помогает, но как только он уходит на работу, мне хочется просить помощи у бабушек, так как боюсь всего. Обратите внимание, Алина, что вы здесь мне задаёте свой вопрос, то есть его попросту нет. Да, вы описываете ситуацию, в которой вы боитесь, вы описываете ситуацию, в которой вы тревожитесь, но чего дальше, какой ваш вопрос, чего вы хотите? Дело в том, что вопрос здесь, в определённом смысле, вопрос, является как бы началом вашей терапии, является началом ваших изменений. Вот. И если вы его не задаёте свой вопрос, то есть определённые сложности и определённые подавления в том, что вы как-то меняться и работать не готовы. Теперь, говоря о том же, что происходит, я мог бы, наверное, оставить лишь несколько посылок для начала, чтобы вам просто дать пищу для размышлений. Вы пишете, что переживаете, что ваша жизнь теперь это четыре стены, и пишете о том, что боитесь за своего сына, боитесь ему навредить. Как думаете, не связано ли это между собой? На самом деле, связь является прямой. Что это за связь? Если вы представляете материнство как такое, знаете, задачение, я бы сказал. Если вы представляете материнство как заточение, то вам, естественно, быть в заточении не хочется. Ну, это вообще говоря, нормально, да, вообще говоря, нормально, что не хочется человеку как-то вот снижать своё качество жизни. Давайте вот честно скажем, да, что это норма. А получается это всё с точности, да, наоборот. Получается, да, получается то, что вы как раз-таки снижаете качество своей жизни тем, что, например, представляете материнство как некую такую тюрьму. И, естественно, тюрьма является угрозой для человека, является опасностью для человека. И для вас это также, как ни странно, является опасностью. Вот вы и, как бы, воспринимаете материнство как опасность. Опасность же всегда, в свою очередь, проживает агрессивность, агрессию. И агрессия, как энергия, является естественной реакцией организма, должна иметь свой предмет, объект. И поскольку речь идёт о материнстве, то объектом этой агрессии выступает ребёнок, потому что якобы всё произошло из-за него. И нет, формально вы правы, действительно, это всё происходит из-за него, в том смысле, что именно он, точнее, его появление, послужило началом того процесса, который сейчас вы ощущаете. И эта агрессия у вас есть, но вы её себе запрещаете. Вы запрещаете себе агрессировать на ребёнка. Вы запрещаете себе хотеть ему зла, хотеть ему чего-то плохого, хотеть ему навредить. По большому счёту вы запрещаете себе думать о том, чтобы он умер. Хотя, в данном случае, вашему организму, вашей психике, вообще-то всё равно, ребёнок это или не ребёнок. Будь на месте ребёнка кто-то другой, например, домашний питомец, или больной человек, за которым нужно было бы ухаживать, у вас бы происходило всё в точности то же самое. Ну, как правило, так происходит, да, при прочих равных условиях. Понятно, что на материнстве, на заботе о домашнем питомце, может быть сделан определённый акцент. То есть, именно для человека важного материнства, и тогда в нём проявляются некоторые особенности. Для человека важно заботиться о больном каком-то родственнике или друге, или так далее. И тогда здесь проявляются какие-то особенности. Для человека важно заботиться о питомце, и тогда здесь проявляются какие-то особенности. Но при прочих равных условиях, если мы говорим, без особенностей развития человека, без особенностей личности, не имеет никакого значения, ребенок это больной человек или питомец. Так вот, получается история, при которой вы чувствуете угрозу, испытываете агрессию, но агрессию себе запрещаете проявлять. Подавленная агрессия проявляется в максимально, в кавычках, удобной или максимально, в кавычках, приемлемой форме. Что это за максимально, максимально удобная или максимально приемлемая форма? Это страх. Я не могу признаться, что хочу, чтобы с ребенком что-то случилось, потому что он меня ограничивает четырьмя стенами. Я не могу признаться, что я хочу ребенку чего-то плохого. Ведь как же так я тогда буду плохой сама? Я этого всего признать не могу. И поэтому я буду бояться за него. Я буду за него переживать. Я буду героически спасать его от опасности, убивая сразу двух зайцев с одним выстрелом. А именно, косвенно проживая то, чего я хочу и компенсируя это своим героизмом и своей жертвенностью. Мол, я для того, чтобы защитить своего ребенка, там, все время прощу помощь. Я, чтобы защитить своего ребенка, все время, там, о нем, значит, переживаю, волнуюсь, думаю, что сделать и так далее, и так далее, и так далее. Ну, красота, вроде бы. Только отнимает это очень много сил и энергии, как вы сами можете видеть. Очень тяжело, так скажем, дается подобная позиция. Очень трудно она, эта позиция, ну, проживается, так скажем. Очень тяжело она дается, эта позиция. Вот такой парадигмы, на мой взгляд, вы и находитесь сейчас, на данный момент. Чем здесь нужно работать? Ну, пожалуй, в первую очередь, работать нужно с тем, чтобы, наверное, признаться, хотя бы, или допустить, хотя бы, тот факт, что материнство – это совершенно необязательно четыре стены. Что это не пожизненное, ну, как вам может быть сейчас скажут, тюремное заключение. Это вообще не заключение. Это вообще не тюрьма. Это вообще не ограничение. Но вы, вы это видите именно так. Пока что. Это работа и с личными границами. Я хочу, чтобы вы, по возможности, четко отделяли бы себя от своего ребенка. Ну, как бы, вот, есть ребенок, да, а есть, и отделить себя от него очень важно. Да, сейчас вам трудно это делать, но необходимо. Делать что-то для себя в этом контексте. Необходимо тоже. Потому что, берегу, необходимо учить любви. Любви к себе. Уже сейчас. Здесь, конечно, встает вопрос о том, например, да, что для вас материнство вообще в целом значит? Как оно вообще вами воспринимается в целом, материнство. Вот. Не переоцениваете ли вы его? Не перегружаете ли вы его? Ну, материнство, я имею в виду материнство. Потому что, если вы это делаете, то можете мне поверить. Ничего хорошего. Из этого не получится. Ну, может быть, сейчас вы прямо-таки мне не верите? Вот. Но, поскольку вы обращаетесь, как бы, к, ну, к специалистам, да, вот, то я полагаю, что сами вы уже справиться не можете. То, наверное, имеет смысл опереться на кого-то. Поэтому я предлагаю вам посмотреть на это вот примерно с такой стороны. Естественно, вам решать. Естественно, вам решать. Хотите вы смотреть на это с такой стороны или нет. Это решать только вам. Никому больше. Я надеюсь только, что решение вы примете верно. то, с тех пор, пока, материнство является для вас чем-то ограничивающим, чем-то тяжелым, чем-то, ну, вообще говоря, таким вот, знаете, слабо подъемным, да, давайте вот так скажем. Да? Вот. До тех пор, пока ситуация такая, вам будет крайне-крайне тяжело быть матерью. И получать удовольствие от этого, от материнства, вы не сможете. Вот. Понимаете? Какая ошибка. Вот. Это то, на что мне хотелось бы обратить вам ваше внимание сначала. Ну, как бы, вот, с точки зрения, вот, психологии, с точки зрения психотерапии. И, соответственно, именно с этими аспектами вам нужно работать. Если вы хотите, действительно, ситуацию исправить. Если вы хотите, действительно, получать наслаждение от материнства. Если вы, действительно, хотите как-то изменить то, как, например, сейчас вами воспринимается и ваш ребенок, и вы, и муж в контексте, вот, ребенка, да, и так далее. Это требует определенной работы. Вне всякого сомнения требует. Это требует определенной помощи, вам, требует определенных навыков, вам. Вне всякого сомнения требуют определенных навыков. Вопрос только в том, ну, как бы, хотите ли вам. Мы вас поддержим, мы вам поможем, об этом можете даже не беспокоиться. Но зависит это все-таки от вас и только от вас, вот. Я думаю, примерно такой ответ на данный момент можно вам дать. Мне очень жаль, что вы оказались в этой ситуации, в данной ситуации. Мне очень жаль, потому что хотелось бы, чтобы все-таки вы получали удовольствие от материнства. Но в этом вам нужна помощь, я думаю. вот, поэтому, как мне кажется, лучше, что вы можете сделать, для себя, это пойти на психотерапию. вместе со своим мужем, да, чтобы это было вот как-то, ну, в комплексе, вот. чтобы это, по возможности, было как-то, ну, как-то вот. чтобы это решалось вместе с вашим мужем, например, а не вами в одиночку. вот. Вам же будет лучше. комфортно. Тогда. Вам же будет комфортно. Тогда. вам не будет легче, потому что, может быть, вы и не будете чувствовать себя такой одинокой сейчас. может быть, вы увидите, что называется, свет сейчас, в конце туннеля. Так как, сейчас вы его, сейчас вы его пока не видите, потому что всё так вот достаточно мрячо для вас, но так может быть не всегда. Понимаете, да? О чём я говорю? Хорошо. Давайте тогда мы с вами на данный момент закончим. Я надеюсь, что это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что какую-никакую пищу для размышления, я вам смог предложить, подумайте и обращайтесь за помощью. Всего вам самого доброго и удачи!